приветствую вас дорогие друзья данном видео я хотел бы рассказать про новое обновление конструкторы sp page builder pro он обновился буквально вчера до версии 3.5.0 что было сделано в данном обновлении во первых очень важный был добавлен аддон это аддон таблица также было добавлено 7 новых блоков в коллекцию как раз 7 блоков связанных с таблицей то есть 7 различных таблиц для быстрого добавления было добавлено вот коллекцию блоков также была встроена рекапча версии 3 то есть это скрытая рекапча которая не требует от пользователя оставить галочку выбирать картинки там где выберите картинки с автобусами с витринами и так далее вы наверно с этим сталкивались и не раз невидимая капча позволяет не делать вот этих вот движений то есть не требует пользователя какой-то активности она сама определяет где робота где человек данная рекапча была добавлена в контактную форму и в конструктор форум дополнение формы подписки она не была добавлена я так полагаю потому что но она уже то дополнение подписанная форма уже морально устарел и весь его функционал спокойно решается с помощью конструктора форм но также было сделано ряд исправлений в частности одно из таких важных исправлений это слайд-шоу в текстовом элементе который добавляется на слайд была проблема с отображением при использовании редактора gse в чем суть в том что когда вы заходите исправлению в настройке вот этого элемента в слайде текстового он сразу же сбрасывался форматирование анимацию и никаким образом вообще не реагировал на какие-то изменения то есть это сразу же но не давала возможность работать с дополнением то есть терял смысл всякий так как текст не редактировался а вот они сейчас это все исправили и теперь можно как обычно создавать слайды используя все элементы которые доступны но это все что касается нововведения исправлений теперь давайте посмотрим на практике что себя представляет данное дополнение я имею ввиду дополнение таблицы найдем ее у нас в левой части конструктора добавим на страницу и сразу же увидим что здесь у нас появляется вот такая табличка в настройках у нас с вами отдельно настраивается элементы заголовка то есть вот эта шапка всем обратим внимание то здесь у нас с вами текстовый блок и можно что-то писать то есть first name что здесь еще такого крутого то что здесь можно вместо текста добавлять содержимое заголовка почти любой любой аддон любое дополнение то есть обратите внимание здесь можно вставить как картинку так и заголовок так какой-то даже слайд-шоу на понятно что он тут нужно аккуратно подходить к этому вопросу так как шапка небольшая и сюда слайд-шоу естественно смысла вставлять нет и поэтому некоторые дополнения они хоть и позволяют их устанавливать но надо подходить к этому делу аккуратно и смотреть как это все будет выглядеть и тем более на разных экранах дисплеев экрана устройств давайте попробуем вставить конить изображение вот видите что она установилась и соответственно здесь нам надо будет его сделать меньше насколько вы знаете в дополнение изображения нет возможности уменьшать размер картинки поэтому здесь картинку нужно заранее подготовить сделать ее поменьше давайте удалим это дополнение она нам здесь не актуально но суть в что можно вставлять вообще любые любые данные в эту шапку далее нас идут сами элементы строки допустим это первая строка мы здесь с вами вносим имена то есть это получается даже не строка это по сути получается колонка первая так выскочила из этого дополнения 4 колонки и 4 здесь получается строки в каждой колонке точнее нет я вас обманул это все-таки строка то есть видите здесь last name курель а первое было рональд 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 курель соответственно это все-таки строка здесь у нас получается заголовок здесь у нас первая строка вот это дальше вторая строка и внутри каждой строки получается еще у нас идут отдельно вот эти вот данные то есть вот и на 4 но здесь для удобства понятно что это демо версия а для удобства здесь конечно надо подписывать вот эти метки чтобы не запутаться соответственно есть здесь у нас имя рональд то конечно же лучше его скопировать и добавить вот сюда в администраторскую метку рональд тогда в следующий раз мы же будем здесь наглядно видеть что у нас здесь с вами написано имя какое имя здесь допустим вас будет фамилия по такому принципу получается что здесь сейчас у нас и сей должен быть страна ну да так есть вставляем администраторскую метку так давайте применим тут неправильно вставили применили вот юсей и давайте последний город сделаем вашингтон укажем просто и все чтобы наглядно вам было это все видно именить и все вот мы видим что у нас с вами первая строка настроена и таким образом здесь получается можно настраивать хоть сколько угодно строк и таблицы будут расти дальше что здесь у нас еще мы можем отключать заголовок то есть отключили заголовок естественно пропал но стиль у нас остался это уже в таблице стиле нам надо просто убрать эту заливку и тогда не будет у нас заголовка также здесь можно включить поиск поиск по таблице и указать столбцы по которым можно будет производить поиск включить сортировку и включить разбиение на странице то есть указано минимум элемента сколько должно быть на странице если мы сделаем два то у нас разобьется на две страницы у 2 по 2 таким образом то есть сделаем 10 давайте здесь просто продублируем одинаковые чтобы вот для примера ведь и уже по 11 разбилась еще на одну страницу плюс здесь можно указывать количество общих записей здесь вот 11 и можно их менять местами то есть количество записей стране погенация то есть разбиение на странице можно менять местами вот это вот основные такие настройки дальше здесь уже идут стиле здесь можно поменять цвет шапки также здесь можно настраивать шапку с помощью градиента фон шапки но здесь идут настройки стилей различных вот элементов то есть через строчные вот этот вот заливка различные цвета этих вот иконок погенации переключателей то есть очень здесь все круто сделано в плане настроек отображения очень здорово они это сделали давайте берем просмотр и посмотрим вот наши с вами таблица мы можем допустим искать давайте по слову москву наберем пишем москву так москву почему-то не ищет видимо нужно с большой буквы а нет почему не ищет потому что мы с вами указали что искать надо по колонкам 123 а москву это получается четвертая колонка и он по не естественно не ищет вот в чем проблема давайте поищем по слову russia эти начинаю писать и вот по этой колонке нам отсортировал строчки то есть это очень круто далее что мы еще можем сделать но у нас переключение естественно есть плюс у нас есть сортировка по странам ведь он сортирует в алфавитном порядке и также можно по именам отдельно сортировать вот такая вот крутая таблица с очень множеством настроек я считаю что ее не хватало в нашем наборе дополнений приходилось пользоваться сторонними какими-то модулями плыть компонентами а сейчас это все можно делать внутри конструктора у меня на этом обзор закончен подписывайтесь не забывайте ставить лайки и ставьте колокольчик чтобы всегда знать выходе новых видео у меня на этом все пока пока пока